Мы снимаемся... Абсолютно всем. Я тоже в кадр говорю... У-у-у-у! Знаете, сколько сейчас? Да, вот скажи. Мы ненормальные. 1.57. 2 часа ночи. Мне кажется, нам во многом повезло со съемками этой короткометражки «Линии мысли» или «Lines of Decisions», которую мы сняли за неделю с лишним. То есть, чтобы вы понимали, за 4 дня до съемок, которые заняли 3 дня, мы даже представления не имели о том, что мы будем снимать. То есть, это было так быстро. Мы встретились там с Сашей Святыновым, который был нашим оператором и с нами все это создавал. И у нас не было как такового сценария. Но в итоге сама идея пришла к нам как? У меня есть ряд рассказов, которые еще не опубликованы нигде. И, собственно, короткометражка основана на одном из них. Была взята идея именно вот этой темной арки «Пути в неизвестность». И смешана с идеей Игоря, моего брата, о том, чтобы персонаж начал видеть веревки. В изначальной задумке этого не было. И как-то это начало развиваться из этого. И так как у нас были очень сжатые сроки, мы спешили к конкурсу, мы решали, мы импровизировали на ходу. Очень многое появлялось на съемочной площадке. Очень многое появлялось, когда мы не спали ночью и придумывали какие-то, работали над раскадровкой. И очень многое дорабатывалось в итоге. Даже был момент, когда буквально из-за разницы во времени с местом проведения конкурса в Америке у нас была небольшая фора. И даже в тот же самый день мы посмотрели видео, увидели, что чего-то в нем не хватает. И я уже вместе с Игорем подумал, как его можно доработать. Я придумал текст и дополнительно озвучил. И так история стала интересней и намного понятней, как нам кажется. А сейчас я расскажу о самом интересном и, наверное, самом веселом. Это, конечно же, работе с зеленкой, она же хромакей. О том, как мы это записывали и как мы это монтировали. Потому что, когда мы это монтировали, это выглядело забавно. Один фрагмент выглядел в готовом варианте. И он выглядит вот так. А в не смонтированном, точнее без 3D, он выглядит вот так. Иди наматывай, наматывай по чуть-чуть. Да, нормально наматывай. Наматывай, наматывай. Основная сложность, конечно же, была в том, что нужно было сделать 3D-арку. И Витя, Витя Нимченко нам помогал в этом. Он делал арку, я ее нарисовал. Он ее сделал прям в 3D с этими всякими эффектами. Я послал Вите рисунки, я представлял одно. Когда я увидел готовый портал, это было прям какой-то из фильма. Что-то сверхъестественное, какое-то Avengers. Получилось очень даже круто, даже больше, чем я ожидал. Давай. Ну и, конечно же, сложность была в том, чтобы снять на зеленке таким образом, чтобы проще было отрезать. У нас тоже были с этим небольшие казусы, потому что, когда мы пришли снимать на аллею, фонарики не горели. Вот посмотрите туда. Здесь должны были гореть фонарики. Да, вот здесь должны были гореть. Здесь, вот здесь, вот здесь. А вот именно сегодня они не горят. И горят только две странные вот эти вот арки. Слава Богу, они горят. Да. И вот эти фонари. Потому что, я уверен, вообще ничего не должно гореть. У нас не было тогда своего освещения, мы рассчитывали именно на фонарики. И было освещение не таким клевым. И, в общем, нас это расстроило. И мы даже настолько расстроились, что Саша позвонил людям, которые отвечают за эти фонарики. И они сказали, да, мы сейчас вышлем, да, все здорово. Не знаю, работает сейчас или нет. Мы уже даже позвонили в электросети, чтобы как-то что-то исправили. Но как мы все ощущаем, что это будет не сегодня. И поэтому будем выкручиваться. Мы уже третий день выкручивались. Так что это нормально. Возможно, они поправили. Но мы их так и не дождались. И нам пришлось записывать так, как есть. И вот, в принципе, итог того, что получилось. У нас было три дня съемок. И на второй день я позвал Стаса, Керпека, актера, и Дарину. Она не актриса, она тоже нас очень выручила. И, кстати, Дарина появляется и в другой сцене. Позже та, что в офисе. Они нас очень выручили. Помогли, потому что мы все делали в очень сжатые сроки. Эти сроки позволяли нам только написать им за день. И, слава богу, они отозвались, за что им огромное спасибо. Но, к сожалению, мы вырезали эту сцену с остановкой. Она была гораздо полнее. Вы видите только кусочек, где проезжают маршрутки. Но она была гораздо полнее и шла после сцены с персонажем, который просыпается утром, выключает будильник. Она должна была быть там. Но в угоду истории нам пришлось ее порезать. И, к счастью, мы ее покажем вам сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На третий день съемок у нас была сцена с кафе. И основной задачей было попросить людей, чтобы они ели еду, которая... Я не знал, что Саша приготовит макароны из веревок. Я знал, что у нас будет подобие веревок. Мы их добавим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем-то, к нам пришел Влад. Он ел эти... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сразу согласился. Согласился есть веревки. Он их, конечно, не полностью ел, но он определенно их солил, потому что было как-то невкусно, видимо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы за кадром ржали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы смеялись и записали парочку видео о том, как это было. Он смело делал вид... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что он не замечает, как мы его снимаем, как три человека сидят в кафе и потухают. Но это было круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, ладно, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам очень повезло и с людьми, которые в этом участвовали И с Сашей повезло, и с Витей повезло Потому что они нам помогали И хочется сказать всем огромное спасибо Нам повезло с Аней Бугаевой С ее сыном Андреем Андрей, спасибо тебе Также нам очень помогла Есения Которая не только сыграла девушку Которая выходит из лифта В самом начале короткометражки Но также была с нами и при съемках веревок Которые вот выходят из головы персонажа И помогала нам И даже преподносила идеи И Есения собирается учиться на режиссера Поэтому Есения успехов Пусть все получится Съемочный процесс Вот как угодно Она держит все Опять же повторюсь Виталик нам помогал Он встречается в двух сценах Был момент, когда Я позвал другого человека И тут Виталик звонит Говорит Саша, я готов сниматься Давай И я не знаю, придет ли тот человек Но я готов был Был рад тому, что Виталик отозвался Опять же Карина Которая вызвала Спасибо ей огромное Мы с ней раньше не общались Но она согласилась Пришла, и это было здорово Потому что я писал разным людям Я писал парам Чтобы вы понимали Виталик и Карина Раньше не были знакомы И они хорошо Естественно сыгрались в кадре Я писал разным людям Но так как это были Очень сжатые сроки Так как кто-то был на работе К сожалению Не смогли участвовать Хотя я писал очень многим Ребята из ОИК-студия Наши друзья Наши дизайнеры Приднестровские И Максим Который сыграл босса Позволили нам Снимать у них в офисе Аня, Стабин Спасибо тебе огромное За то, что ты С нами до конца досидела Это было Позволили перевернуть И в офисе Да, мы там все Перевернули Но это нам очень помогло И, конечно же Человек, который был Частью команды И без которого Вообще Практически Ничего бы этого не было Это Сашка Святон Саша в трансе Он на подзарядке На солнечных батареях Человек работает Человек-оператор Который большую часть Времени был за кадром Но мы все-таки Умудрились пару раз Запихнуть его в кадр Мы с Сашей Все это проделывали Организовывали Договаривались Снимали В общем Санька Мы справились Я думаю Хорошо И это все Благодаря нашим Совместным усилиям И всем Кто в этом участвовал Поэтому еще раз Всем спасибо огромное Всем кто Проголосовал за нас От нас с Игорем От Саньки От Вити От всех Кто участвовал Спасибо, что вы смотрели Эту краткометражку И надеюсь В будущем У нас будет Больше возможностей Какой? Другой Больше возможностей Сделать И продолжать В том же духе Друзья Третий день Подошел к концу Мы заканчиваем Смотрите на этих людей Которые с нами Вот Санька Оператор Он же даже Дошло до того Что он мне доверил Камеру Видите Я держу записывать Слегка устал В общем Спасибо всем огромное Вот Игорь Еще трудится Спасибо всем огромное Кто принимал Участие Да, Саша Мы снимаемся Абсолютно все Я тоже Всем огромное спасибо, потому что без вас мы не справились. Спасибо всем этим людям. Уже сколько времени? Знаете, сколько сейчас? Да, вот сколько времени. Мы ненормальные. 1.57. 2 часа ночи. Дай Бог всем здоровья. В общем, всем огромное спасибо. Спасибо огромное. И смотрите это видео уже следовательно. Еще раз всех вот так обнимаю и благодарю. Всем пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok